Приветствую вас, дорогие друзья! Рады приветствовать на традиционных вебинарах по средам. Ведем его всегда мы с Сергеем Анатольевичем. Независимо от того, где мы находимся, в какой точке земного шара мы развиваем проект SkyWay, мы все равно стараемся включаться на вебинар, потому что очень важно держать информационное поле, доносить интерпретацию тех новостей, которые произошли, и действительно повышать общий тонус как нас самих, так и тех участников, которые уже развивает проект SkyWay. Но давайте не забывать, что первый вебинар, так называемая азбука SkyWay, у нас ориентирован именно на тех людей, кто только... Так, коллеги, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Похоже, небольшие неполадки. Слышно, но не видно, как я полагаю, да? Так, сейчас я попробую перезайти. Продолжение следует... 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 Так, прошу прощения за техническую неполадку. Ну, всякое бывает. Главное, что удалось восстановить связь. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Замечательно. Один человек у нас присутствует, значит, как бы мы проведем вебинар, ну, если это действительно один человек, который в первый раз присутствует, может быть, остальные постеснялись проголосовать, значит, мы проведем вебинар таким образом, что он плавно перетечет уже в расширенный технико-экономический вебинар, и большую часть для того, чтобы сэкономить время, мы будем охватывать также и на вводном вебинаре. Дорогие друзья, сейчас мы находимся на том этапе, когда уже даже не то, что не имеет смысла, но стоит больше рассказывать о том, что происходит сейчас в реальности. Да, можно говорить те фразы, которые мы говорим уже более двух с половиной лет, что сеть Transnet на основе струнных технологий Анатолия Эдуардовича Яницкого появится в самом ближайшем будущем, и это станет единой мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, социальной и даже финансовой сетью. Да, можно сравнивать с интернет и Крис принципы, наш активный сподвижник, и это человек, который зарабатывает миллионы долларов в месяц, человек, который говорил про инотранс, то, что он приедет на наш стенд буквально на 30 минут, максимум час, но задержался до конца самого дня выставки, когда он прибыл, соответственно, в Берлин. И таких случаев очень много сейчас появляется, так как действительно завораживает и затягивает в развитии технологии Skyway очень многих именитых действительно специалистов во всем мире. Можно привести пример рода Хука, то есть род Хук присоединился вообще год назад, и зимой, вот, собственно, зимой 2016 года, получается, началось общение, даже вот в конце 2015-го, началось общение непосредственно с родом Хуком на предмет сотрудничества, и ничто не предвещало, что он приедет на Марину горку посмотреть, лицезреть все. Ничего даже не предвещало то, что этот человек окажется бывшим министром транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии, и на самом деле в наш проект как магнитом притягиваются нужные люди. Но технология прошла тот путь, который не пожелаешь, так скажем, нашим оппонентам даже, потому что это тернистый, это очень сложный путь, и фактически уже более 40 лет скоро будет развиваться технология. Началось все далеко не со струнного транспорта, началось все с концепции общепланетного транспортного средства, затем произошла оптимизация до простого, до понятного, использующего существующие законы физики транспорта, эффективного. И почему эффективного? Потому что он уходит на второй уровень, то есть аэродинамика уже увеличивается в два раза, и это действительно существенно, это поразило свое время, и мы называем это такой вот вехой своеобразной, 2000-х, нулевых, когда Сергей Анатольевич Сибиряков донес информацию Лебедю Александру Ивановичу о струнном транспорте и о концепции, почему же это может быть спасательным кругом для России. Было предвидено то, что будут происходить те ситуации в геополитическом отношении, которые сейчас происходят, в экономическом отношении. То есть это, соответственно, тот экономический кризис, который мы сейчас видим, тот рост стоимости продуктовой корзины, который никого не радует. Тогда это можно было предотвратить, предостеречь и максимально диверсифицировать экономику, максимально именно распространять развитие в инновационную экономику. Лебедя Александр Иванович это понимал, он понял и признал, что действительно Skyway, и на тот момент, кстати, названий и концепции Skyway еще не было, это были струнные технологии, и название «Небесный путь» появилось несколько позже. И губернатор Красноярского края, выслушав Сергея Анатольевича все его доводы, доводы были железобетонные, так как обсуждался бизнес, который упоминали многие министры уже, это продажа воды, чистой питьевой воды с озера Байкал, без урона его экология. Мы добавим также Таймыр, Адыгея, Онежское озеро и так далее, и также продажу еще пищевого льда. То есть это натуральный, замороженный космосом охладитель, и чего не скажешь о натуральности, допустим, фреон, кондиционеры, те, которыми пользуемся, это все далеко не натурально и вызывает вплоть до онкологии. И сегодня, можно сказать, действительно, наша экономика, экономика нашей страны болеет. Пути развития только инновационные, и сейчас нужно действительно ускориться. Мы делаем все, чтобы максимально донести на сегодняшний момент уже идею Skyway высшим властям в применимости. На сегодняшний день проводим переговоры с губернаторами. То есть на Инотрансе мы провели переговоры с вице-губернатором Челябинской области. Сейчас с ним готовится, соответственно, соглашение. И вот вчера я получил уже поправленную версию соглашения, которое было направлено, соответственно, со стороны администрации, уже поправленный первый вариант того соглашения, который мы им направляли. То есть процесс идет, и соглашение будет подписано, но очередь за реальностью адресных проектов. И как только Россия осознает то, что действительно можно с помощью Skyway быстро построить инновационную экономику и реализовать тот прогноз, который Сергей Анатольевич говорил Лебедю Александру Ивановичу, то есть за 3-5 лет вывести в экономические лидеры Российскую Федерацию. И вспомните манифест Единой России в 2017 году, по идее, должна стать Россия по тому манифесту лидером мировой экономики. Но сейчас это больше похоже на сказку. Сказка и казалась, на самом деле, во времена даже испытания самой путевой структуры, то есть это одно из самых первых поколений, сама путевая структура, легкая ажурная конструкция была испытана под нагрузкой многотонного ЗИЛа, который взобрался, ничего не рухнуло, струны не порвались, их не сдуло ветром. И в доказательство к этому Анатолий Эдуардович стоял под своим детищем. Действительно, кто-то даже думал, что это представляло опасность и угрозу его здоровью. Но на самом деле опасность и угрозу представляло, как показало будущее, самому технопарку в городе Озера, так как вскоре после представления технологии Госсовету России по инновациям почему-то вот так вот совпало, что неизвестными лицами по неустановленным причинам, несмотря на то, что планировалось выделение в районе 1 миллиарда рублей на развитие технологии Skyway, струнной технологии кто-то уничтожил этот полигон, опоры были спилены, все было разрушено и увезено в неизвестном направлении. Кстати, недавно мы получили новость, что все-таки ЗИЛ был найден, и он сейчас по праву будет возвращен на родину, а родина сегодня это строящийся экотехнопарк, это Марина Горка. И в 2013 году началось то, что ожидали сотни тысяч людей, которые сейчас участвуют в проекте. Естественно, никто этого не ожидал. Естественно, я лично не мог даже и мечтать, что будет развиваться такая мощная корпорация через сетевое построение. Это была действительно мечта. И с 2011 года я развивал различные проекты, я развивал свой бизнес, всегда делал упор именно на сетевое построение. То, что должна быть максимальная дубликация процессов и работа по алгоритмам в тех вещах, где алгоритмы эти можно использовать. Это основа дублицирования, это основа построения через сеть. И на самом деле это также инновация, которую Анатолий Эдуардович рискнул применить в 2013 году уже как крайний шаг. Сегодня более 500 тысяч людей по всему миру инвестируют 4 направления. Это легкий прогулочный, спортивно-экскурсионный транспорт. Это, кстати, фитнес будущего. Такую вот немножко запевочку я скажу на событие в Юрмале, которое пройдет. Там мы будем презентовать Сергею Анатольевичу концепцию новую футурологическую, практикующих футурологов, так как Сергей Анатольевич является президентом Международной ассоциации практикующих футурологов. Я, соответственно, второе лицо, это вице-президент. Сейчас у нас представители уже по различным странам появляются. Это те люди, которые в первую очередь поддерживают проект Skyway и не представляют будущего без проекта Skyway. То есть мы, соответственно, описываем, каким образом на 3, 5, 10 лет вперед будет развиваться наша жизнь и как она будет меняться, как когда-то поменялась с применением Wi-Fi, с применением мобильного телефона, с применением сейчас, можно сказать, социальной сети, мессенджеры. Скажите мне, кто пользуется по прямому назначению? Вот максимально часто смартфоном, у кого есть смартфон, а не кнопочный телефон, наиболее часто мы пользуемся как раз-таки не для того, чтобы звонить, а для того, чтобы воспользоваться, допустим, секундомером, завести будильник, сделать какую-то запись, записная книжка. Некоторые даже в фитнес-нагрузках используют как измерение, соответственно, нашей чистоты сердцебиения. MP3-плеер абсолютно верно. А, кстати, MP3-плеер когда-то вообще перерос в технологию, которую мы сейчас используем в названии смартфон. Раньше был iPod, iPod Nano, и, соответственно, с присоединением интернета и с присоединением мобильной связи этот мультимедиа-центр стал коммуникатором, и он стал универсальным мобильным персональным устройством. А я задам вам один вопрос. Хотели бы вы, чтобы у вас было не универсальное мобильное персональное устройство, а универсальное мобильное ваше личное персональное, внимание, пространство. То есть не то устройство, которое вы носите в кармане, а то пространство, которое будет обособлено только для вас. И все там будет, соответственно, сделано под эргономику лично вас. Вы будете выбирать, какие функции вам нужно. Кому-то нужно массажное кресло, кому-то нужно хорошую музыку, кому-то нужно делать расчет котировки валют, кому-то нужна аналитика, кому-то нужен персональный ассистент. Все это будет в нашем транспорте. И наш транспорт будет являться открытой платформой. На самом деле, как сегодня, является, допустим, платформа Android. Это открытая платформа, которая впитывает на сегодняшний день множество мобильных приложений. Но у нас будет и закрытая платформа, которую никто, скорее всего, не сможет повторить. Либо будет повторять, но получится кривовастенько. Получится какой-нибудь китайский SKU iWay. Как они любят коверкать бренды Adidas, Odidas, я носил футболки такие вот в детстве. То есть у родителей не было денег. Мы покупали китайские подделки. Я потом смеялся, почему они так коверкают. На самом деле, не пытаются копировать, но получается как-то не так. И технологию SKU iWay, да, будут тоже копировать. Но как раз-таки нашим iOS, нашим уникальным ноу-хау, которое сложно будет повторить, будет являться путевая структура, будет являться аэродинамика подвижного состава, будет являться форма, так называемый фрактал. И, соответственно, естественно, те параметры, которые заложены в путевую структуру, естественно, система автоматизированного управления. И фактически туда, куда придет струна, будет происходить освоение территории. Как на сегодняшний день, где поставить мобильную вышку, там появится мобильная сотовая связь. Соответственно, мы можем связываться. Появляется цивилизация. Но появляется цивилизация, что просто можно позвонить. А туда, куда придет струна, появится электричество, появится интернет, мобильная связь, появится инфраструктура. Если раньше, соответственно, инфраструктура изначально появлялась кое-как на неосвоенных территориях, а потом уже протягивали электрические кабели, потом уже устанавливали мобильные вышки, настало время действовать от обратного. То есть туда, куда придет струнный транспорт и струнная путевая структура, там, соответственно, сможет в абсолютно комфортных условиях жить человек и без отрыва от своей повседневной деятельности совершать функцию нашего мобильного транспорта, струнный транспорт. И вы даже не будете замечать, как вы будете перемещаться. Вчера я, допустим, проводил переговоры, достаточно серьезные переговоры. И родилась такая мысль, когда сидишь лицом к лицу с человеком, соответственно, а что было бы, если вот так же вот в кафе сидишь, либо в офисе сидишь, а была бы возможность перемещаться. И нам казалось бы, что мы проводим переговоры, мы, допустим, на свидании, мы на встрече с друзьями, мы на встрече с одноклассниками, но одновременно мы перемещаемся. Это концепция мобильного мгновенного перемещения, что на сегодняшний день старается реализовать, допустим, в электромобилях. Очень желает и старается. Вот вчера я общался со знакомым, который работает в Мерседес, и он просказал в те тренды, в которых движется Мерседес. Я был, наверное, был бы очень сильно удивлен, что один из концепт-каров, если раньше думал, что Рено Трезер, вот недавно по аналитику тоже прочитал, 0.22, коэффициент динамического сопротивления. У Мерседеса, причем там очень сложная конструкция, выдвигаются, сдвигаются колеса, вылазит крыло, для того, чтобы сформировать максимальную аэродинамику 0.21. Это максимально достижимый коэффициент аэродинамического сопротивления для тех автомобилей. Что касается нашего подвижного состава, взять высокоскоростной, это в 9-10 раз более эффективно. И при том, что мы выносим на второй уровень, аэродинамика сразу увеличивается. От этого складывается экономия топлива, экономия самого материала при строительстве. И на легкую ажурную конструкцию, путевой структуры, действительно будет затрачиваться, в первую очередь, намного меньше времени, во вторую очередь, намного меньше затрат, и в третью очередь, очень легко можно будет эксплуатационно далее поддерживать и не нести каких-то затрат, которые мы на сегодняшний день несем, ремонтируя дороги. Я говорю уже, допустим, про правительства областные, которые ремонтируют дороги. Да, это своеобразный бизнес, но вдумайтесь в то, если бы, допустим, такие гиганты, как Facebook, Google, намеренно делали ошибки в поисковиках, пользователи, соответственно, в эти ошибки попадали, были бы недовольны, пропадали бы целые данные, и они тратили бы бюджеты, допустим, на ремонт этих, не ремонт, а исправление этих ошибок, а что делают эти корпорации? Они создают новый рынок услуг, доселе не существующий, и на этом формируется их основная капитализация. Так вот, наша логика, что, в принципе, транспорт должен подойти к такому виду и такой составляющей, что сама стоимость проезда должна стремиться в идеале к нулю, а как минимум это очень маленькая стоимость проезда, в 2-3 раза дешевле, чем сегодняшний транспорт, и, соответственно, действовать по логике сегодняшнего Skype, сегодняшнего Viber. То есть, если нам хочется позвонить на мобильные стационарные телефоны, пожалуйста, звоните, но вам нужно дополнительно заплатить, заплатить, потому что это уже дополнительная услуга. Соответственно, если, допустим, вам нужно будет не просто ехать, а пользоваться какой-то услугой, к примеру, с ресторана заказать еду, и чтобы, соответственно, эта еда въехала вам в подвижной состав, ну, собственно, это вот уже из разряда футурологии, как пример. За это, естественно, нужно будет дополнительно платить и таких массовых ответвлений, новых услуг, новых транспортных мобильных приложений. Я, опять же, делаю упор на сегодняшнее сравнение, на массовость вообще вот мобильных приложений, которые находятся в этой коробочке. И в наших подвижных составах также будет масса различных приложений, которые будут создавать те фирмы, те организации, те стартапы и стартаперы, которые могут улучшить качество нашего подвижного состава. Не качество аэродинамики и формы, это будет уже задано, но именно внутреннюю эргономику. И, соответственно, наша платформа открытая, мы будем рады принять всех и общаться со всеми, кто действительно может только положительным образом повлиять на развитие, к примеру, экстерьера, либо каких-то интеллектуальных свойств, к примеру, искусственный интеллект, наших подвижных составов. Но все это, дорогие друзья, футурология, все это концепт и все это описание того будущего, которое мы сейчас формируем с вами. Это можно было не произносить и вообще закрыть наши вебинары. И я бы даже сомневался бы в актуальности и в адекватности развития проекта, если бы не происходило то, что мы видели, происходило на наших глазах. То есть я буквально вкратце хочу остановиться и вам показать развитие строительства. И уже далее передам, я думаю, слово Сергея Анатольевича Сибирякова. То есть это тот человек, который более 16 лет развивает проект Skyway. 29 июня был подписан договор аренды в городе Марина Горка по аренде земельного участка. Это заброшенный танковый полигон, на котором рождается новая технологическая уклада, новая долина. То есть как раньше вот таким вот эгрегором современной технологической составляющей, современной цивилизации пятого технологического уклада, основой которого являются опять же хай-тек технологии, различные как бы IT составляющие, Skyway станет основой шестого технологического уклада. И здесь творится история. В городе Марина Горка, в Республике Беларусь, фактически чуть больше года мы ведем строительство. Но какие результаты были достигнуты? Я всегда очень быстро сейчас листаю. Я сброшу вам на презентацию. Вчера я ее обновил. Крайние обновления от 7 октября. То есть я действую в логике того, что есть в открытых источниках. И, соответственно, компоную это для того, чтобы вы уже передавали тем людям, кто, возможно, сомневается в наших результатах, в нашем строительстве. И, возможно, сомневается, что все развивалось не так, как мы говорим. Все запечатлено от фото до видео. Все можно проследить историю развития. На что я хотел бы обратить внимание? Даже не на то, что нас испытывала природа действительно по условиям. То все замерзло, то все растаяло, то снова замерзло. Это же испытание для наших опор. 19 промежуточных опор, которые были установлены зимой. И также я хотел бы сказать основные две вещи, которые нужно действительно запомнить. И это работает при донесении информации губернаторам, потенциальным крупным инвесторам. Потому что то, что мы декларируем, сейчас мы демонстрируем. И то, что мы говорили, мы сделали и мы сделаем. И, соответственно, я могу сказать, что в мае параллельно началось строительство легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской трассой. Точнее, сама структура промежуточных опор подразумевается под легкую трассу, но сможет выдерживать нагрузку также городского пассажирского транспорта. И уже в ноябре, до конца осени максимум, будет продемонстрирована в движении уже технология Skyway в неподвижном состоянии, в стационарном состоянии. Это было продемонстрировано уже на выставке и на транс. И прошло всего лишь чуть больше, если не ошибаюсь, вот двух недель, 20-го, 21-го, произошла первая в мире презентация подвижных составов. Это действительно, вот мне лично кажется, с тем обилием событий, которые мы обязательно опишем, прошло уже, прошло где-то полтора месяца. Вот такое ощущение. Действительно. И в июне началось параллельное строительство также грузовой трассы. Я не говорю, что мы строим в виде первой анкерной опоры фактически транспортно-логистический узел, который сможет выдерживать нагрузку дубайского аэропорта. Это сложное инженерное, также техническое сооружение. Я не говорю про остальные анкерные опоры. Я не говорю про то, что даже закладывается основа для высокоскоростной трассы в виде создания путевой структуры. И мы все радовались. И сейчас это факт, который невозможно отрицать, что у нас были созданы машины мирового образца, мирового уровня и были продемонстрированы на выставке и на транс. За четыре месяца был создан с нуля юнибайк. Это рабочий, не то что образец, это машина, которую достаточно подвесить на струну и она поедет. То есть система автоматизированного управления, вся электроника, она там уже присутствует. И это интеллектуальная машина. В некотором плане это такой вот транспортный андроид, начинающий, который будет вам помогать, будет вам вашим личным помощником, секретарем, кто пожелает, и так далее и тому подобное. То есть, как я сказал, будет масса мобильных транспортных предложений, которые будут впитывать наш подвижной состав. И, естественно, юнибус. Юнибус с зеленым полом. И это не просто зеленый, эстетически красивый пол. Это система сэндвич-панелей, которые подогреваются. И, соответственно, это подогреваемый пол. И вы видите, что даже продумано то, что затонированные стекла, пол расположен не просто так, такого цвета он сделан. И это для того, чтобы у людей складывалось ощущение, как мы говорим, прогулки по парку, летним, таким вот прохладным днем, вечерком. И, собственно, система кондиционирования также предусматривается. И что мне очень нравится, в ближайшее время мы сделаем уже непосредственно такую вот очень наглядную презентацию, продающие странички, лендинг сделаем и обязательно сделаем листовки. На что я хотел бы обратить ваше внимание, что было и что сделано. Раньше мы показывали в 2015 году только первые визуализации. То, что вот эта вот ферма есть на картинках, но ее не было в реальности. Сейчас это уже формируется действительно в реальности и строится. и это основа для высокоскоростной трассы, совмещенной с городской пассажирской. То, что говорить про легкую трассу вовсю, сейчас идет уже подготовка к монтажу и действительно творится, как я сказал, уже история. Даже скрыто место, где происходит сварка, потому что там есть элементы ноу-хау и посмотрите, каким образом сейчас выглядит наша площадка. Вот вдали вы видите здание. Раньше этого здания мы не видели. То есть я как предполагаю это дом для приема официальных гостей и так далее и тому подобное. И справа вы видите уже обилие тех составляющих легкой прогулочной трассы, которые уже совсем скоро будут монтироваться на втором уровне. и посмотрите на эту действительно красоту. Я обязательно чуть попозже на следующих вебинарах покажу вам, как это было в визуализации и как сейчас это происходит в реальности. В реальности это выглядит еще более эффектно и инженерно действительно гениально, потому что это сложное техническое сооружение. Я могу сравнить, вот всегда сравниваю, так как я хожу в спортзал и строится бассейн, он строится медленнее, хотя он строится далеко не на средства частных инвесторов, а на конкретное целевое заложенное финансирование, он строится медленнее, чем наш транспортно-логистический узел. Это действительно та заслуга, которую мы все с вами вместе смогли достичь. это то, что было сделано благодаря развитию в первую очередь инновационной составляющей финансирования проекта, это народное финансирование. И единственно правильный способ на самом деле был использовать именно эту схему финансирования. На расширенном технико-экономическом вебинаре мы остановимся очень подробно на том, что такое дискаунт. Из видео вы могли понять, услышать, что такое дискаунт. И соответственно посвятим те новости, которые произошли буквально на выходных, потому что действительно шквал новостей на нас в положительном смысле этого слова обрушивается и радует фактически каждый день и побуждает тех людей, которые когда-то просто зарегистрировались и сейчас есть такая возможность просто зарегистрироваться и получить минимальный пакет обязательств международной корпорации Skyway просто за проявленный ваш интерес к проекту. Соответственно это 100 единиц, которые в будущем станут либо соответственно уже сотни долларов по один к одному, либо тысячи долларов. Я не могу предполагать и не имею права, потому что рассудит и покажет только сам рынок и то обилие адресных проектов, которые на сегодняшний день уже инициируются, те проекты, которые были проинициированы непосредственно на выставке и на транс, они говорят сами за себя, потому что буквально на самом стенде родились несколько проектов, то есть это и Филиппины, это и Индонезия, это и Катар и многие другие страны и получена была стойка контактов, что действительно за месяц даже сложный будет разобрать представителям головной компании, потому что это действительно огромная проработка и это показательное качество не то, что нашего стенда, а интереса к нашей технологии, потому что я хотел бы отметить одну вещь, на нашем стенде, в отличие от Симонс, в отличие от Бомбардьер и других именитых компаний, у нас даже не было где сесть, у нас не было воды, но нашим комфортом и нашей притягательной особенностью, нашей пищей была информация и подвижные составы, которые мы представляли, то есть посетили стенды и вице-президент Симонс и различные представители различных министерств, как я уже сказал, родились непосредственно на стенде адресные проекты и то, что даже люди с очень крупными габаритами, так скажем, умещались в Юнибайке, это говорит о том, что предусмотрены лимиты и предусмотрены характеристики абсолютно для любого человека. Если говорить про Юнибус, то был проведен эксперимент, в котором участвовали более 17 человек, то есть изначально Юнибус рассчитан на 14 человек и был интерес вообще, выдержит ли сам пол. Специально, примерно общим весом полторы тонны зашли те участники, которые были неподалеку от Юнибуса. Этот эксперимент, который попросил сделать сам Анатолий Эдуардович Юницкий и Юнибус выдержал этот вес, даже несмотря на то, что там даже немножко попрыгали мы все и действительно это говорит о том, что как только Юнибус будет подвешен на струнную путевую структуру и он поедет, это действительно станет уже сенсацией. Для многих сенсацией стало то, что мы продемонстрировали подвижные составы и многие не верили то, что мы действительно сделаем машины. Кто-то сейчас сомневается, что это были какие-то макеты, то, что это соответственно не рабочие модели, пускай сомневаются, пускай ждут, потому что мы сейчас уже находимся на стадии не доказывание кому попало, что наш проект действительно развивается, а уже пообщение с теми, кто действительно заинтересован, потому что уже я могу сказать так, я думал про вебинары, потому что Сергей Анатольевич почему-то сейчас не может попасть на вебинар, но на расширенный технико-экономический вебинар обязательно, я думаю, Сергей Анатольевич подойдет уже, и если говорить про сравнение с электричками, я хотел бы сравнить вообще с Икарусом, например, Юнибус, и вы все прекрасно знаете вот эти часы пик, я студентом много часов, много, наверное, суток в неделю провел, находясь, перемещаясь из отдаленного участка города в место, где я учился, как школа, то есть далеко очень находилась школа, и после нашего вебинара я поставлю очень житейский, очень открытый и честный отзыв от Екатерины Волковой, которая является актрисой, и если уже актрисы открыто говорят о нашей технологии и дают отзывы, значит, как говорится, уже информация распространяется публично в массы, и что будет в 2018 году, что будет даже в 2017 году, можно только предполагать, но что-то мне подсказывает, что с финансированием у нас все будет становиться все лучше и лучше, сейчас мы фактически увеличиваем наш потенциал каждый месяц, и каждый месяц финансирования Экотехнопарка увеличивается буквально в геометрической прогрессии, если все мы с вами начали бежать марафон, кто-то сошел с дистанции, кто-то устал, кто-то сделал передышку, но мы передаем эстафету, Россия передала эстафету соответственно Европе, дальнему зарубежью, даже острова такие же как Индонезия, даже Конго, в Конго у нас есть несколько инвесторов, и мы все несем этот флаг Skyway, этот огонь, который подарил нам Анатолий Эдуард Чевницкий, как когда-то, я не побоюсь этого слова, Прометей дал тепло и жизнь людям планеты Земля. Эта технология, на наш взгляд, действительно изменит мир, но о том, о тех мыслях, которые возникали у Сергея Анатольевича еще 16 лет назад, почему эта технология действительно будет востребована, почему Сергей Анатольевич отказывался от именитых серьезных должностей в чиновничьем аппарате и почему развивает только проект Skyway и ничего более как видно, как слышно, дайте обратную связь, потому что у меня что-то сегодня с компьютером, не то что с компьютером, с браузером не мог зайти очень долго, а отлично, отлично. Ну что, друзья, Алексей, видите, очень емко и сейчас уже образно, то есть все-таки опыт-то сказывается очень-очень серьезно, что год по 4 раза в день, в неделю ввести вебинары, презентации и столько, сколько их провел Алексей, и мы с Алексеем сегодня просто уже трудно сосчитать, и действительно, особенно для тех, кто только подключается к проекту, которые еще не, скажем там, ощутили того, что было в Берлине, не ощутили того, что было на нашем Sky-фестивале в апреле, в октябре, вот, то здесь, конечно, трудно понять и оценить, что сегодня происходит, и естественно, что-то неподдельная радость, то есть, все наши репортажи, то есть, тот, кто еще не в информационном поле, вы включитесь, будете смотреть, кто в информационном поле, соответственно, вы получаете все рассылки, все репортажи, и вы видели, с какой радостью на стенде в Берлине 300 человек одновременно, когда включился в прямой по Skype, Женя Кудряшов включил, Антон Дарши Юницкого и 300 человек хором «Строй Skyway, спасай планету», конечно, для всех немцев, вообще, для всех посетителей инотранса крупнейшей мировой выставки это было, ну, скажем так, на уровне шока, там подходили, даже спрашивали, а что здесь за секта собирается, что вы тут колдуете или что вы тут продаете, вот, и какого же было их удивления, что это инженерная компания, которая продает электромашины, которая создает новый концепт, который делает, а это просто люди, которые являются инвесторами этого проекта, и со стороны это выглядело, ну, отнюдь не совсем понятно, то, что как это люди, которые просто продают электромашины, которые люди, которые являются инвесторами, вот, вот они вот с такой радостью, с таким энтузиазмом, с таким, как бы, воодушевлением участвуют в проекте, поддерживают проект, и вот таким образом еще и участвуют для поддержания выставки, вот, Это, конечно, присуще только энтузиастам, присуще только людям, которые устремлены к цели. И мы, команда, которая сегодня работает, которая создала краудинвестинговую систему, которая собралась вокруг инженерной школы Анатолия Юницкого, то есть те, кто сегодня реализует его технологические разработки, которые он создает уже более 40 лет. Естественно, друзья, что воодушевляет то, что три года назад мы начинали и работали, когда у нас был ликвидирован предыдущий демонстрационный полигон, когда были очень сложные отношения с предыдущими инвесторами и партнерами, которые оказались, в общем-то, не совсем порядочными, не совсем, ну просто, так сказать, честными людьми. И вот в этой сложной ситуации три года назад, когда инженер Юницкий задался вопросом, а почему, если я сконструировал сложнейшую, не имеющую аналогов в мире технологическую инженерную систему, почему я не смогу сконструировать финансовый механизм, который сможет это профинансировать? Мне это тогда показалось крайне непонятным, для меня было понятно, что ты инженер, занимайся инженерными вещами, а уж если ты финансист, занимайся финансовыми вещами. Тем более я абсолютно не понимал, что такое краудинвестинг, я не понимал абсолютно, что такое народное финансирование. Я общался только с крупным бизнесом, с крупными чиновниками, с крупными инвесторами, так как мы их называли, стратегическими инвесторами. Я видел сильные и слабые стороны этой работы. И когда Анатолий Владимирович предложил создавать краудинвестинговую систему, то я не до конца это понял. Но исходя из опыта, я могу сказать, что у Юницкого у нас уже между собой такая сложившаяся система. Если анализировать его форму управления, то это можно назвать интуитивная форма управления. То есть неважно, что происходит в данный момент, самое главное, что результат будет такой, какой надо. И я не раз и не два уже за 17 лет убеждался, что Юницкий, когда ведет именно управление, то неважно, понимает, кто-то не понимает, встречает в штыки даже многие решения. В конечном итоге он оказывается прав. И это не какая-то, скажем, такая сверхъестественная, скажем так, оценка. Это оценка того, что он только понимает, как надо развивать проект. Он только знает то, что сегодня нужно внутри проекта. И, соответственно, он принимает те решения, которые только для всего проекта в целом. И отчасти иногда это бывает даже ближайшим окружением непонятно. И я сразу могу сказать, я многие его решения не сразу иногда понимал. И краудинвестинг, когда он принял, я думал, что это от безысходности просто идти в систему теперь. Для меня три года назад MLM, MMM, пирамида, хайп, все было одно и то же. Я не понимал разницы, что есть компании, которые работают на рынке MLM уже десятки лет. Есть компании, которые ведут свою стратегию таким образом. Есть только успешные построения сетевых корпораций, которые, соответственно, используют такой принцип. И в октябре 2013 года была зарегистрирована компания. Как раз 16 октября будет юбилей, это начало. И с января 2014 года мы начали активную работу. И сейчас, друзья, по прошествии определенного времени, меня уже иногда обвиняют в том, что я уже больше сетевик, чем экономист стал. Но здесь, друзья, можно сказать... Не совсем понятно. Так. Плохо, тише слышно. Так. Так, звук плохой, друзья, или это самое... Что здесь? Я за чатом не слежу, так сказать. Звук хороший, друзья, или это просто очередные у нас тут... Засланцы тут опять работают. Так, все окей. Ну, давайте, друзья, да. Тем более, что у нас до перерыва осталось. Так вот, сейчас, подведя итог, можно сказать, что краудинвестинг и ту систему, которую избрали, она единственно правильной. Благодаря этому за три года, ну, неполных три года, достигнут результат, который продемонстрирован в берлинской выставке «Инотранс», где была заявка именно на существование технологий. Потом в Минске на двух выставках, уже по просьбе правительства Белоруссии. Сейчас идет полным ходом подготовка к уже стендовым испытаниям, ходовым испытаниям. То есть, буквально в ближайшее время мы увидим уже действующий подвижной состав, мы увидим монтаж структуры путевой, и где-то с середины ноября, к концу ноября уже начнутся полноценные ходовые испытания. Это, друзья, скажем так, уже... Нельзя сказать, что это триумф, нельзя сказать, что это прорыв, нельзя сказать... Это, друзья, закономерные шаги того, что мы с вами делали, целенаправленно, три года. Сейчас мы подошли к результату. Это, как горизонт цели, мы подошли, открываются следующие рубежи. И однозначно можно сказать, что инженер Юницкий три года продекларировал, что он создал конструкторское бюро, он его создал, что он получит землю на счет строительства эко-технопарка. Он поначал, что к осени 2016 года подойдут и начнутся первые демонстрации подвижного состава и путевой структуры. Это, друзья, сегодня происходит. И что осенью 2016 года, до конца 2016 года будут уже полным ходом идти полноценные ходовые испытания. Это, друзья, все делается. И как естественный процесс идет увеличение выполненных инженерных работ, растет конструкторское бюро, растет производственная база, соответственно, растет количество участников проекта, растет приход инвесторов в проект. Все это, друзья, закономерно. Идет периодическая смена дисконтов. И это как этапов развития. И сейчас мы стоим на пороге очередного смены этапов. Вот здесь вы, как кто только входит в проект, да и те, кто уже в проекте, вы должны четко понимать, что раньше дискаунты, это как венчурные премии от компании были высокие, потому что были очень высокие риски. И сегодня по мере того, как технологические риски снижаются, снижаются премии. И второй момент, это мы всегда декларировали. И говорили, что крупные деньги, крупные инвесторы должны прийти под низкие дискаунты. То есть те высокие дискаунты, это были только премии тем людям, которые приходили на ранние стадии, когда риски были максимальные. И это вознаграждение людей за то, что они на начальном этапе поддержали проект, они поддержали инженера Юницкого, они рискнули на той стадии, когда все вокруг говорили, что это афера, и это работать не может. На сегодняшний момент, друзья, когда продемонстрированы уже машины, когда идет вовсю разработка адресных проектов, когда стоит очередь из правительственных делегаций, которые сегодня приглашают на презентации к себе, и Виктор Бабурин в прямом смысле уже переселяется жить в самолет, потому что тот уровень заявок, который сегодня до конца года уже сформирован, я вообще не знаю, когда он собирается устраивать свою личную жизнь. Хотя у него такие планы, в общем-то, есть. Поэтому здесь, друзья, совсем другая ситуация, и это тот результат, к которому мы сейчас подошли. Во второй части мы с вами поговорим как раз о смене дискаунтов, почему это происходит, почему это все целесообразно, как дальше надо выстраивать работу, какие результаты сегодня выстраиваются для того, чтобы приходили крупные инвесторы, и мы уже говорили, что сегодня идут уже инвесторы, идут инвесторы уже не то, что на сотни тысяч, а уже перейден рубеж миллион долларов от единовременных инвестиций. Вот это тоже, друзья, ну скажем так, активный процесс, и он только и только набирает обороты, потому что это отчасти и моя работа, и Алексея, когда мы ведем переговоры с крупными инвесторами, вот на нас наши партнеры выводят крупных банкиров, бизнесменов, чиновников, мы, соответственно, делаем завершающую стадию проведения переговоров перед тем, как обычно они потом все уже едут, знакомятся в Марьину Горку с технологией, с Юницким, с коллективом, вот, то есть это такая многоступенчатая работа, и я могу сказать, что эта работа сегодня самым активным образом набирает обороты. Вот, поэтому, если говорить по неделе, вот, которая прошла после возвращения с Минска, то есть я неделю, друзья, в своем рабочем кабинете, несколько даже такое необычное чувство, конечно, усталость чувствуется после Минской выставки, после Берлинской выставки, но, друзья, сейчас уже все входит в свое русло, со следующей недели опять начинается такой бешеный темп презентации, у нас будет в Юрмале в Риге большая презентация, потом будет в Испании презентация к крупным инвесторам, потом в Самаре, ну, это уже переход на следующий месяц, вот, об этом мы еще с вами, друзья, с вами сегодня поговорим, и мы это с вами сегодня обсудим. И традиционно, друзья, то есть делая перерыв между первой частью и второй частью, то есть первую, это у нас для тех, кто только знакомится с проектом, те только заходят в проект, вот, соответственно, я всегда завершаю такой фразой, что, друзья, надо четко понять и себе признаться, что за последние 15-20 лет жизнь изменилась радикально. Кто с этим не согласится, я ему просто не поверю. Жизнь сегодня совсем другая. И сегодня, и есть у этого времени свои герои, есть свои капитализации, вы видите, рост акций Эйпола в 3600 раз, в 1000 раз Майкрософт, Майкрософт, ну, в общем, много, мы много-много об этом говорили, то есть у этого времени есть свои герои. Есть Марки Цукемберга, есть Сергей Брин, есть Джобсы и Деллы, и так далее, и так далее. Это герои все того времени, которое сейчас прошло, которое сейчас вот движется, и те, которые создали именно финансовую систему вот этого периода. На сегодняшний момент начинается новый период. Он принципиально отличающийся. Основой этого нового технологического уклада развития будет транспортная технология. Именно технология нового уровня, которую уже 40 лет разрабатывает инженер Юницкий. Поэтому у нас сегодня в компании, которая создана именно группой инженеров, которая собралась вокруг инженерной школы, вот сегодня есть фора. И мы, используя эту фору, мы сегодня создали финансовый механизм, мы создали юридический механизм по защите, мы создали технологический механизм, который сегодня реализует технологические решения, которые выдает инженер Юницкий и его инженерная школа. И это сегодня, друзья, нам позволяет утверждать, что мы запускаем новое направление, новую отрасль, новую компанию с легкой руки Алексея Суходоева, как называется, сетевой принцип построения корпорации. Вот поэтому, друзья, мы сейчас стоим на новом этапе, и то, куда мы вас сегодня зовем, это венчурный проект, соответственно, кто считает, что ему информации достаточно, чтобы подсоединиться и работать в этом проекте, мы вас всегда милости просим, мы вас зовем в этот проект. Если у вас есть сомнения, если вы в чем-то сомневаетесь, если у вас есть какая-то недостаточная, отрицательная информация, которую вам надо проверять, либо есть какой-то барьер, который вам мешает войти в этот проект, ни в коем случае, друзья, не входите. Ждите, изучайте, смотрите, придет время, в этом проекте будут все, вот хотя бы на уровне потребителей. Так же, как сегодня, неважно, верил кто-то 25 лет назад в сотовую связь, не верил в сотовую связь, сегодня мобильным телефоном пользуются все. Поэтому точно так же наше утверждение, что транснетом, скайвэем, юнибайками, юнибоксами будет пользоваться весь мир, все население Земли. Поэтому вы можете в это утверждение не верить, вы можете к этому проекту не подсоединяться, нас рассудит только время. Ничего более, друзья. Сейчас просто можно сказать, что за то время, что мы работаем, за то время, что мы представляем проект, оно показало, что все декларируемые инженером Тюницким и его школой технологические решения, они реализуемы, что все, что декларировалось, то делается, и все, что заявлялось, оно сегодня соответствует действительности. Это, друзья, факт. Факт медицинский, и с ним спорить, вы можете спорить до бесконечности. Можете приехать в Марьину горку, биться головой об опору и говорить, что ее нет. Залезать в юнибайк и говорить, что это не ездит. Смотреть, как это ездит по путевой структуре и говорить, что этого не может быть. Друзья, это ваше право. Но давайте четко смотреть, как там в лицо. И, соответственно, дальше, когда мы говорим, что как будет дальше развиваться корпорация, это исходит из того, как мы смотрим развитие сегодня проекта и, соответственно, развитие технологии. Поэтому, для кого информации достаточно, мы вас милости просим в наши ряды. Кому, друзья, этого недостаточно, точнее, достаточно, чтобы прекратить общение, я с вами прощаюсь, друзья. Встретимся в очередной раз где-нибудь на Транснете вместе со Skyway. А сейчас, друзья, у нас небольшая традиционная пауза, и потом мы переходим уже в развернутый технико-экономический вебинар, на котором нам надо обсудить очень ряд последних новостей, надо обсудить перспективы, которые нас ожидают, и, соответственно, тот путь, по которому мы сегодня идем. Поэтому, друзья, небольшой перерыв, 3-5 минут. Традиционно за это время вы увидите наиболее такие интересные репортажи интервью. Встретимся с вами через ближайшее время. Все, друзья, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова